Сегодня я покажу вам шикарную объемную тренировку на грузь. Чтобы красивый, выпуклый и чтобы ваша девушка просто завидовала. Я по полочкам все раскидаю, так же вкратце на понятном языке. Нужно придумать велосипед, изъебываться как угодно. Все уже давно за вас придумали. Оху! Вообще, как тебе удобно, как ты привык, так и делай. Здравия желаю, друзья! С вами, как всегда, Сергей Скользкий. Сегодня я покажу вам шикарную объемную тренировку на грузь. Сегодня мы будем делать 4 упражнения на грудь. Не рекомендую делать больше 4 упражнений на грудь, ибо нет смысла. Старайтесь делать 2 упражнения на объем и силу. То есть, работать с жимом лежа, с жимом гантелями. И 2 упражнения, чтобы растянуть и проработать мышечную волокну на груди. Так, грудь у нас большая, объемная, крупная. Чтобы красиво было видно. И чтобы ваша девушка просто завидовала. Сейчас мы закончили 3 разминочных подхода на грудь. И приступаем уже к рабочим подходам. Друзья, рекомендую делать жим гантели на наклонной скамейке. Это самое эффективное упражнение на грудь. Все-таки, жим лежа на горизонтальной скамье, классическое упражнение. У многих там грудь не работает. Они жмут за счет передних пучков дельф, трицепса. Но никак не грудь. То есть, я думаю, многие зрители из вас согласятся со мной. Далеко не все чувствуют хорошо грудь на этом упражнении. Поэтому старайтесь делать акцент, если вы хотите развить мощную, красивую грудь. Работать с гантелями на наклонной скамейке. Теперь поехали в первый рабочий подход. Жим гантели на наклонной скамье. Старайтесь, как обычно, закидывать гантели сами. Как я говорил это в предыдущих видео. Стараемся работать на 10-12 повторений. Чтобы хорошенько проработать, сделать на объемы. Но если вы стараетесь делать на силу, работайте в диаспазоне 4-6 повторений. Но все равно, даже в силовых циклах, старайтесь добавлять 1 раз в 2 недели объемные тренировки и побольше повторений. Если вы пауэрлифтер. Хотя, если вы пауэрлифтер, это вообще другая история. В этом только со штангой должны работать, по большому счету. Так, друзья, осталось у нас еще 2 рабочих подхода. Жим гантелями. И переходим уже к классическому базовому упражнению. Жим штанги лежа на скамейке. Все, с гантелями мы закончили. Сейчас перейдем уже на классическое базовое упражнение. Жим штанги на горизонтальной скамейке. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить колокольчик. Вот и прямо сейчас делаем паузу на 10 секунд. Подписываемся, ставим колокольчик и оставляем комментарий на какую тему вы бы еще хотели увидеть в видео. Поехали, первый разминочный подходик. Также, начиная с пустого, разомнемся. Будем накидывать по двадцатке. Все, с разметкой мы закончили. Сейчас будем работать 3 рабочих подхода в диапазоне 12 повторений. Старайтесь, как я повторяюсь, не делать больше четырех упражнений на грудной, либо нету смысла. Лучше как следует поработайте на первых двух упражнениях базовых силовых, чтобы как следует нагрузить мышцы грудные, а в конце уже в третьем. Иногда для разнообразия четвертое упражнение добавляйте для растяжения и выработки грудных. Все. Не нужно придумывать велосипед, изъебываться как угодно. Все уже давно за вас придумали. Большинство блогеров, фитнес-блогеров, показывают разные упражнения, вариации. Оно пригодно для разнообразия. Когда вы уже профессионал, не знаете, чем бы себя еще, каким упражнением себя побаловать. И уже просто пробуете, тестируете на себе. Вот и все. Но еще помните то, что одно дело, когда ты на хорошем компоте, у тебя будет расти даже просто от отжимания из дома. Другое дело, когда ты без дополнительной фармподдержки. Поэтому думайте, прежде всего, головой, друзья. Не будьте наивными. Первый рабочий файф уже закончился. Еще два подходика. И хорошенько растянем фиски. Живо мы закончили. Сейчас сделаем разводку гантелей на грудные. Диапазоне 15 повторений. Ну, так как порастягивать грудные, можно и побольше повторений. Поэтому старайтесь 12-15 повторений делать. Разводку гантелей старайтесь сделать плавно, аккуратно и нежно, как с попкой вашей девушки. Хорошо. Отлично. Еще два рабочих подхода. Помните диапазон. Главное, от 12 до 15 повторений, чтобы хорошенько ее растянуть. Старайтесь сделать, как я говорил, плавно растягивая. И можно побыстрее сокращать. Также у некоторых возникают вопросы. Стоит ли с такого вертикального положения разводить гантели, или же можно просто делать их ровно? В теории, говоря то, что если отсюда будешь закручивать, так у тебя сильнее мышечные волокна растянутся. На практике, по хую вообще, как тебе удобно, как ты привык, как ты делаешь. Большой разницы это не поменяет нисколько. Поэтому иногда горит пукан, когда многие фитнес-эксперты начинают дискутировать на эту тему. Забей хуй, делай как тебе удобно. Нравится так, делай так. Не нравится, поменяй. Главное работой, паши, делай силовые и объемные тренировки. Нормально кушай, нормально спи. Покушать тоже не подразумевается. 5-6-7 приемов пищи, блядь. Даже если ты пошел на свидание с девушкой, сел на лавочке в парке, достал контейнер, блядь. Подожди, дорогая, мне нужно покушать контейнер, а потом мы продолжим гулянку с тобой, потому что я, блядь, культурист. Нет. Нет, кушайте, хотите два раза в день, хотите три раза в день. Самое главное, запомните, кто бы что ни говорил, самое главное, это суточная норма калорий. Учитывая, сколько ты ходишь в течение дня, сколько ты тренируешься, из этого делайте расчет. На дури 2021 года это делается все очень легко и просто. Вплоть до того, что ты можешь просто быстро посчитать калории в калькуляторе приложения. Такие приложения, как Шватси, где-то очень неудобно. Это, кстати, не реклама, они мне за это не платили. Чуть позже я подробнее расскажу вам уже детально, да, про питание, восстановление, что как лучше, чем едят. Потому что в интернете, понятно, очень много разной информации и также очень много разного мусора и говна, где ты уже не можешь найти истинный источник, а правда, скажем так. Поэтому я по полочкам все раскидаю, вот так же вкратце, на понятном языке, без всяких заумных фраз, без гаебонов, спокойненько, понятненько, чтобы вы знали и понимали, как с чем едят и как это работает. Но мы приступаем уже к последнему подходу в разводке гантелей и перейдем уже на проработку в кроссовере. Все, осталось последнее упражнение. Сегодня все. Так же делаем на 15 повторений здесь. Старайтесь еще подходить. Нужно для вас углы, чтобы вы чувствовали хорошенько грудь. Поехали. Отлично. Еще два рабочих подхода на 15. Помните, старайтесь, может вам удобнее пониже опускать, может перед собой. Можете делать 4-5 повторений перед собой, потом чуть ниже и в самый низ. Так вы точно полноценно проработаете грудь и прочувствуете самое главное. И хочу подчеркнуть, работа в кроссовере для тех, у кого уже достаточный объем груди, чтобы было что прорабатывать. А так как, если вы совсем новичок, у вас маломышечная масса, конечно, вы делаете акценты на базовые силовые упражнения. Жим штанги лежа, жим гантелей на наклонной скамейке. Потому что под таким углом у вас максимально работает верхняя грудная. А у большинства людей верхняя грудная просто-напросто отстает. Вот и все. Все, друзья, на сегодня закончили тренировку. Сделали последние 3 рабочих подхода на растяжку. Хорошо растянули грудные. Вначале хорошо поработали на объемы и силу. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на канал, ставьте колокольчик. Оставляйте комментарии на какую тему вы бы еще хотели увидеть тренировку. Что еще для вас снять? Делитесь. Обязательно читайте все комментарии. Мне нужна от вас ваша поддержка. Это помогает продвигать канал, продвигать видео. Я был бы премногом признателен. Это лучшая награда для меня от вас, друзья. Поэтому я надеюсь на вас. И до скорой встречи, друзья.